Друзья, всем добрый вечер! У нас уже пятый час, на улице темнеет, поэтому давайте я вам сейчас по-быстренькому запишу ролик, а ролик будет про наших кроликов. Все, друзья, мы с вами на хозяйстве. Вот такие вот у нас есть потрясающие новые клетки. Большое опять спасибо семье Рулько, моих друзей, которые мне помогли их отремонтировать и привести, так сказать, в божеский вид. И заселить их нашими кроликами. Давайте сейчас мы их угостим с вами морковкой, зато посмотрим, кто у нас с вами имеется. Итак, тут у нас две самки. Они готовятся к женитьбе. Вот эта вот вчера покрылась. А до этого, помните, мы с вами их покрывали, они прохолостили. То есть не забеременели. Ну вот, будем пытаться заново. Так-с. Тут у нас сидят кролики-самцы. Так, водичку они уже... Ну, кто-то выпил, кто-то нет. Ветерком я им еще долью. Вот этот у нас, наверное, останется на племя. А может быть и два, но посмотрим. Но это точно. Придадим нашей будущей кролячьей ферме вот такой красивый вот окрас. Не хотят есть-то. Нифига себе. Так, закрываем. Так, следующая клетка у нас. Самочки сидят. Две сестренки черненьких. Тут сухарики, комбикорм, кормосмесь. Вот они водичку не допили. В каждой клетке есть сенек. Так, возможно, будет также в дальнейшем в каждой клетке бункерная кормушка. Ниппельного паения не будет. Ой, сколько вам? Морковки-то много. Ну-ка, блин. Вот так вот. Для двух много положил. Они уж наелись, друзья, наелись. Сейчас снег растает. Ну, не сейчас, весной, да. Мы клетки поставим на подон. И тут все выровняем. Они будут у нас ровно стоять. И будем уже потом ставить второй этаж. То есть, возможно, либо тоже будет клетка откормочная, либо маточные клетки. То есть, тут будет сидеть крольчиха. Будет рожать крольчат. Когда крольчат возрослеет, будут отсаживаться как раз-таки вниз. Вот. Пока какие-то такие планы. Вот здесь тоже самочки у нас сидят. Вот в этой клетке на племя. Они уже и сено все съели. Но они не съедают, конечно, в подстилку в основном. Все уходит. Вот это вообще прямо, ну, красавица, красавица моя любимая. Вот, друзья мои, все мое фермерское хозяйство как раз-таки начиналось с кроликами. Но потом они там заболели миксоматозом. Потом они что-то у меня там не крылись. Что-то там не кролились, не рожались. И все мое кролиководство зашло на нет. Но сейчас я решил заново его возобновить. И что-то в этом плане достичь. В этом направлении. Не хочу, знаете, иметь хозяйство, например, которое только специализируется на козах, там, и овцах. Я хочу иметь такое... Руки замерзли уже. Я хочу иметь такое разнослановое хозяйство, где будет и птица, и поросята, и мелкий рогатый скот. И одно будет выручать другое. Например, сейчас зимой молока нет, спрос маленький. Зато перед Новым годом у нас есть будет утка, гусятина и крольчатина, например. Кроликов также размножим, будем продавать их крольчатами. Да, будем продавать мясо на новогодний стол на праздники. Кто-то там пришел. Так что такие вот планы. Я сейчас, друзья, снимаю со вспышкой, потому что без вспышки темновато. И, наверное, они как-то это побаиваются. А, это мой сосед идет, любимый. Не будем его снимать, тратит на него время. Ну вот. И давайте, друзья, мы с вами посмотрим прибавления в нашем хозяйстве. Вот новая дверь у нас в сарае. Это вот ягнёточки наши. Это вот ромашка, которая болела. Лежи, 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 лежи. Зарядка опять села. Вот у ромашки тут вот ягнёночек. Леди, здравствуй, здравствуй, да. Все, Герта залезла. Сейчас помешают им. Вот, лаймочка спит, но все, встала. Герта, уходи отсюда. Выходи на улицу. Давай, уматывай. Вот, там вот фиолетка с детёнышем со своим. Вот так вот выглядит наш козовник. Сейчас все отдыхают. Сейчас вот я им сено положу. Уже все сено съели. И пойду домой сам. Но это я ещё не заканчиваю на хозяйстве. Это я сейчас там перекушу, пообедаю. И приду ещё сейчас на вечернюю праву. Ну всё, друзья, давайте не будем им мешать. Друзья, ну вот я вам показал свою небольшую кролячую ферму. Пока вот она выглядит так. Конечно же, как вы уже по мне знаете, видите, мы будем расширяться и развиваться дальше. Кроликов будет, ну, думаю так, более ста голов в планах, конечно, иметь. Поэтому как-то так. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.